американцы сделали стратегический вывод очень важный для себя что тем самым человек демонстрирует что ему плевать на общепринятые стандарты поведения ответственность больших великих держав плевать на последствия то есть мы здесь был такой от путина от кремля мы можем это сделать и мы это сделаем потому что это мы хотим короче говоря он показал кузькина матч мы с вами говорили как резкий кризис 2 до там было кузькина матчу хрущева теперь кузькина матчу путина прямо как калька какая-то и плевать на последствия но теперь конца вернее с середины прошедшей недели москва делает два дополнительных демарша сначала мид российской федерации направляет в американское посольство в москве письмо в котором выражается возмущение участившимися полетами американских самолетов в акватории черного моря появление кораблей там и так далее то есть было так сказано что это предупреждение об опасных последствиях которые могут привести эти действия но кей однако пятницу министерство иностранных дел российской федерации это министерство которое известно во всем мире как крупный оптовый перевозчик кокса и вот этот крупный перевозчик кокса сделал американцам заявление заявление соединенным штатам америки и другим странам запада относительно мер по обеспечению национальной безопасности российской федерации ну вообще я должен сказать что это беспрецедентный по своей наглости документ я вот вспоминая из истории примерно в таких же фразах гитлер делал заявление накануне нападение на польшу а до этого накануне мюнскерского соглашения когда он потребовал возвращение германии судебской области в заявлении мид российской федерации говорится что отношение к западу подошло критической черте уже такое критическая черта это все или вы нам уступаете или завтра война отмечается значит что нагнетание конфронтации в отношении россии абсолютно неприемлемо но опять-таки абсолютно неприемлемо значит или это все прекращается или опять завтра война в качестве предлога для нагнетания этой напряженности вот этих не неприемлемо неприемлемых абсолютно дело действий в отношении россии это украина дальше выдвигается категорические требования что меня вообще поразило ну ладно там говорят что нам они они хотят мид кремль они хотят заключить юридическое обязывающее соглашение с тем чтобы нато не двигалась на восток окей то есть это значит не включение украины туда не размещение на территории украины и других стран входящих и не входящий блок нато систем ударных систем вооружений и требует вот это вот это мне понравилось больше всего требует чтобы нато дезавуировала решение о совещании нато 2008 года которые в котором сказано что украина и грузия будут рано или поздно будут членами нато то есть в таких резких безапелляционных серьезных заявлениях говорится о том что если вы нас не ублажите если вы нас не умер и творите то ситуация дошла до критической черты и все мы на пороге большой войны причем а без объясняется все это опять с точки зрения но невероятной наглости значит в этом заявлении говорится что да у нато есть свои свой устав свои правила они принимают решение значит что кого они кого не будут принимать свой состав кого не будут это их суверенное право но утверждает мид российской федерации есть же еще хельсинские соглашения на есть еще организация по безопасностью сотрудничества в европе основана на хельсинском акте в котором говорится что безопасность европе она безопасность для всех нельзя решать вопрос о собственной безопасности путем ущемления безопасности других государств это звучало бы как святая правда это так и есть и так это есть записано в хельсинском акте но цинизм и наглость вот это заявление состоит в том что россия является единственным государством после подписания хельсинского акта который 2014 году нагло растоптала я говорил это давно уже своих предыдущих видео нагло растоптала этот хельсинский акт совершил агрессию против украины и аннексировал часть территории другой страны и теперь агрессор ссылается на хельсинский акт который он растоптал 6 лет назад требуя обезопасить себя от жертвы агрессии уникальный по своему цинизму акт повторяю который вот напоминает мне то что делал гитлер требуя возвращения суде то потом объясняя почему ему нужно нужен коридор к данцы год прочитав все это вашингтоне в общем-то пришли к пониманию что путин и кремль в целом они не верят в то что америка и нато примут вот эти требования особенно учитывая ту стилистику тот контекст которым они изложены то есть это так крайняя черта красная которую америка и и и запад целым просто не в состоянии перейти потому что это противоречит самим основам западного общества и политического устройства то есть возникает вопрос чего же тогда добивается кремль делая такие заявления но тут есть два варианта первое это типа игра в покер то есть повышение ставки до путина здесь знают у него даже пока погоняла такой есть мастер наглости это один вариант что это повышение ставок перед переговорами а на переговорах они как-то так вот все где-то устаканится но все больше чем более нарастает наглость и особенно вот эти последние два заявления которые сделал мин сначала американскому посольству потом американскому правительству они усиливают понимание здесь вашингтоне что на самом деле москве не рассчитывают даже думаю тут почти уверенно что вашингтон не примет этим ультиматум это можно назвать ультиматумом и что тогда тогда война ну и вот здесь возникает вопрос не сошел ли он с ума потому что вот вышла статья вашингтон пост сегодня в которой практически говорится что путин впервые пожалуй своей жизни поставил на карту свою карьеру можно сказать свою жизнь но и вот статья вашингтон пост это примечательная статья потому что я написал дэвид игнатиус потому что дэвид игнатиус это патриархами а патриарх американской журналистики игнатиус своей с последней статьи пишет что идея когда байден пошел на это телефонный разговор с путиным идея состояла американцев в следующем да крысен и загнал себя в угол но давайте поговорим с ним устроим что-то вроде переговоров и дадим ему шанс возможность выйти из этого угла в который он сам себя загнал по возможности сохранив свое лицо но для этого ему предложили значит отодвинуть военный вариант решения этой проблемы насчет украины и давайте давайте поговорим давайте подискутируем на то есть дипломатия вместо вместо войны но то что требует кремль последнее время значит одно свидетельство о том что человек наверное обезумел и идет просто на рожон или же это сверх наглость человек с их решил сыграть последний последний это его последняя гастроль поэтому значит здесь все больше возникает подозрения и даже не подозрения убеждения что дело дипломатии не закончится придется применить кулак и вот игнатиус он со всеми своими связями со всей информацией которую он получает он пытается прогнозировать что будет если путин реально не воспользуется данной ему возможности свести все это дело к дипломатическим переговорам и действительно вторгнется в украину за что его ожидают игнатиус который знает о пакете санкции которые были изложены байденом путину и которые еще усиливается сейчас и финализируется переговорах западными союзниками они разрушат экономику россии и превратят ее в страну изгой ему уже объяснили путину что произойдет то что никогда не было самое страшное ужасное предположение которое когда-то делали по поводу санкции за да они станут реальностью и даже более того если путин совершит агрессию не будет уже гибридная война ему не надо будет скрывать соучастие свое участие в этой войне то есть он применит не только сухопутные силы но и авиацию а возможные ракеты и в этих условиях при полном господстве в воздухе вот это вся подготовка украинской армии на земле она будет она будет нивелирована и как предполагает американцы эта кампания может завершиться в течение нескольких дней кампании будет не такой легкой как предполагает возможно путин она будет кровавой будет много грузов 200 но даже если украинские силы потерпит поражение и даже если но там вы идет войска на территории украины что дальше даже в случае оккупации части территории россии российских войска если они там останутся ждут ждет ад с высокой вероятностью того что он будет перенесен через границу на территории не только российской федерации но и белоруссии россия не сможет выдавать все это за гибридную войну и воевать путем при помощи так называемых зеленых человечков американская разведка уже зафиксировала это официально что путин вооруженной силы готовится к войне это будет полномасштабная агрессия и таковой она будет признана мировым мировым сообществом ну и наконец как пишет дэвид игнатиус есть еще x-фактор а как отреагирует на эту войну россияне и здесь американцы считают что ситуация совершенно не радужная то есть отделаться вообще без крови как это случилось в крыму или малой кровью как это произошло на территории он был он был ордло сейчас не удастся таким образом вот куда ни посмотри везде обвал везде облом единственное что сверст что говорит о том что путин все-таки несмотря на все это сделает сделает это совершит это безумие это но это безумие это реально безумие то есть сейчас считаю что он в таком состоянии что он ставит на карту не только благополучие своей страны страны которую он управляет но и свою собственную жизнь и и и политическое будущее я по-прежнему считаю что это блеф это нахоленок которому все до сих пор сходило с рук потому что но не было не то что единство западного мира в желании поставить его на место не было даже планов это сделать то есть пока это даже не были санкции это было так ему грозили пальчиком теперь ситуация совсем другая то есть запад пришел к пониманию что с этим человеком надо что-то делать решительно потому что если он это сделает то значит он сошел с ума а что делает сумасшедшими людьми показал вот вторая мировая война что их бюнхерскими всевозможными договорами не успокоишь не усмиришь поэтому речь идет сейчас не о умиротворении все должно по оценкам американских аналитиков решиться в ближайшее буквально время это несколько недель может месяц-два но не более того в котором в течение которых станет ясно принимает ли путин данный ему шанс выбраться из этого красивого угла объявить себя победителем его тролли будут кричать путин опять всех кинул но на самом деле вот просто ему дадут возможность уйти и все для запада красной линии тоже обозначены путем официальных заявлений никакого никаких гарантий о не расширение нато не включение туда украины и грузии он не получит никаких гарантий не говоря уже о письменных соглашениях а не поставок как оружие сопредельность россии страны и другие страны он тоже не получит ну вот она и сюда кстати еще важно конкретное заявление что никаких уступок которые могли бы поставить под угрозу суверенитет и территориальная целостность украины никаких сделок по этому поводу не будет давайте подождем две три четыре недели увидим это очень скоро будет действительно ли есть надежды урегулировать вопрос дипломатическим путем если окажется что нет тогда уже готов гораздо больший пакет военной помощи украины который включает в себя много из того что просили украинские военные а это включает себя системы пво противокорабельные ракеты дополнительные джевелины стингеры система радиоэлектронной борьбы в результате еще раз напомню стратегия состоит не в умиротворении путин сам себя губит наглость зашкаливает это работает не на него теперь а против него то есть это та самая ситуация когда шариков настолько распоясался что доктор барменталь понял что надо кончать пока у него есть несколько недель для того чтобы воспользоваться ситуацией ему дают возможность выйти из угла куда раньше загнал дипломатическим путем если нет разговор будет другой вот такая вот ситуация нынче в мире не дай бог нам с вами перейти в режим работы сов информ бюро